привет друзья сегодня мной с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег и в нашей передаче будет принимать участие немецкая овчарка герда и немножечко мы снимем нашего кабелька рика у нам нужен будет для массовки для демонстрации кое-каких особенностей при поведении сегодняшней нашей передачи тема будет эта течка и так в 10 месяцев мы наконец-то достигли того периода времени когда у нас наступила течка очень много вопросов по поводу поведения значит собак во время течки давайте поговорим об этом но сейчас я коснусь темы когда это наступает что с происходит животным и так зависимостью от породы вот величины то есть крупные мелкие собаки значит а генетическая предрасположенность условия содержания условия питания течка наступает период где-то от шести месяцев и если грубо так взять разлет грубый такой то где-то до полутора до двух лет от но это максимально конечно уже вот в среднем где-то шесть месяцев и год ну вот мы сентябрьский у нас в десять месяцев наступила течка и так что происходит в этот момент животным первую течку вы можете даже особо не увидеть собаки то есть если вы не будете наблюдать за ней вы можете она может протечь собственно говоря бескропно но для тех кто знает то здесь может поменяться поведение животного то есть животное может становится более такое чувствительное начинает прислушиваться к своему организму что же с ней происходит то есть собака если вы тщательно тренируетесь дрессируете свою собаку дату здесь возможно полное непослушание то есть собака пытается понять что происходит ее в ее организме а вы начинаете ее заставлять что-то делать она вот в непонимании находится и может произойти отказ от тренировок собака может стать более ранимая такая может нуждаться ваши постоянные ласки заботе и так далее так на какие стадии делятся значит у нас периоды течки но в основном это четыре такие стадии то есть я не буду вас сейчас грузить там и струс и предэструс и там и так далее вот я бы сказал бы просто это значит подготовка к течке где-то период где-то неделька потом значит сам основной период когда собака уже готова к спариванию да и собственно говоря когда и происходит спаривание если в первом периоде значит еще начинается уделение начинается быть увеличение петли то есть полового органа у собаки то во втором периоде это петля уже увеличивается до максимальных размеров своих и собака уже начинает подпускать кабелей то есть это вот именно в саму течку то есть если первый период значит собака еще и не подпускает кабелей она начинает огрызаться если кабель заигрывать может начать кабелями но не подпускает то есть onло осадку не дает сделать то есть именно совершить сам половой Nyak то есть оно будет всячески либо огрызаться с кабелем либо она просто будет не пускать его тем что она будет присаживаться то есть тем самым об землю прикрывать свои половые органы но если взять период уже самой течки когда будет происходить половое созревание то есть вот именно вот выход яйцеклетки то здесь уже собака будет как бы подставлять подставлять свой то есть вот начало течки вы можете определить таким образом что собака у вас чаще начинает ходить в туалет и уже опытные суки которые неоднократно . валира живая рожали значит то здесь они вообще будут практически везде вот ходить и метить территории как вот кобели ходят метит территорию так и суки которые течку и тоже начнут метить эту территорию вот то есть будет чаще происходить период мочеиспускания и третий период когда течка заканчивается и четвертый период когда значит идет период полового покоя то есть но это между течками течка как правило у собак проходит в течение года один-два раза то есть ну у северных собак она может один раз проходить в дворовых собак один раз год может происходить а у домашних как правило где-то ну один-два раза в год проходят то есть здесь вы становитесь когда у вас собака затечка вала значит центром внимания всех кабелей во дворе тем более когда сука начинает мочиться она как бы иметь эту территорию она обозначает свои запахи типа вот я такая здесь раз такая готовая значит к воспроизводству вот поэтому стаи кабелей за вами обеспечены что нужно делать в такой период времени так ну давайте я вам сейчас продемонстрирую примерно каким образом выглядит петля усуки то есть набухшая у нас сейчас как раз такой период времени когда идет вторая половина и наиболее интенсивно разбухла петля давайте посмотрим давайте положу так молодец а и право а и умница моя девочка вот посмотрите у нас петля ну вот она максимальный уровень как она у нас разбухла а теперь я покажу вам он у нас видите кабель мы находимся в разных вообще абсолютно уголках варьера для того чтобы тут не произошло мне внеплановые вязки вот ну я примерно вам сейчас подконтрольно продемонстрирую как начнет себя вести кабель в этот период но тем не менее видите что происходит то есть он принюхался отметил ее запаха запаховые метки и теперь видите что делает отгонять следует вот так нет нет нельзя герда выходить молодец умница браво дед ну и так друзья мои что же нам с этим со всем хозяйством делать то есть если вы являетесь владельцем течные суки и даже если вы не заметили начало того что у вас пошла течка то местные дворовые кабели где вы гуляете они вам однозначно дадут понять о том что хозяин будь внимателен у тебя начался проблемный период времени ну все как бы все в хозяева суп должны быть гадков к этому что же делать в этот период времени то есть смотрите здесь как бы вы не были в каких бы вы доверительных отношениях не были со своей собакой как бы четко она у вас не выполняла команду ко мне все-таки я рекомендую всем ходить со своей собакой именно на поводке то есть пусть это будет длинный поводок для того чтобы вы гуляли то есть для того чтобы она могла какую-то там нагрузку давать своему организму бегать вокруг но все-таки гулять нужно именно на поводке дальше значит помимо этого то есть бывают такие течные суки тут тоже в зависимости от гормонального фона от выделения самого животного что привлекают они кобелей но буквально со всей округе то есть каким образом можно решить эту проблему продаются сейчас магазинах всевозможные спреи то есть начиная от дешевых каких-нибудь там типа фирмы биовакс там я не знаю там антикобелины до немецких дорогих некоторые делают самостоятельно вываривая там лаврушку кому что помогает то есть для того чтобы отбить запах обрызгивают вот штанины вот сзади вот ляжки у собаки ну желательно конечно не попадает на сам половой орган на слизистую полового органа обрызгивают штаны ну кому помогает кому не помогая все это конечно же все-таки индивидуально но лучше вот обыкновенные палки я вам скажу так честно никто не придумал но палку нужно брать с собой для того чтобы отпугивать кобелей не бить их конечно же то есть как бы кобель же прекрасно понимает что сука принадлежит вам и вы вожак в этой стае вы идете выгуливаете свою собаку то есть там бросков на на суку и тем более на хозяина суку естественно не будет никаких и более сука подчиняется к вам она всеми своими невербальными движениями говорит кобелям которые рядышком что вы являетесь владельцем собаки вы ее ведете туда куда хотите поэтому кобели естественно у них как у всех адекватных нормальных собак то есть у кобелей есть запрет на сук тем более течных сук и на на щенков то есть не надо переживать за то что кобель будет совершать какие-то броски атаки на на вас он не будет совершать и поэтому вот палка нужна для того чтобы просто продемонстрировать что у вас вот и сила в руке что вы в принципе можете огреть его если чё ну они будут виться кругом но подходить к вам не будут вот поэтому я вот рекомендую в этот период времени продлиться этот период времени где-то около трех недель вот быть внимательным выходить на поводке брать с собой какую-то ну может быть баллончик какой-то может быть где-то как-то я честно говоря не пробовал ультразвуковые какие-то отпугиватели есть но я такими как бы средствами индивидуальной защиты и не пользовался поэтому рекомендовать или не рекомендовать их я не могу то есть будьте внимательны выходите строго на поводке берите с собой какое-то средство защиты если вы будете пользоваться какими-то спреями ну хотелось бы мне услышать какие именно спреи кому помогали то есть внизу в комментариях к этому видео пожалуйста напишите если кто-то пользовался какими-то запаховыми средствами напишите какими средствами вы пользовались и как именно помогало то есть может быть я так предполагаю что если не сильный запах идет от животного то есть может быть там первую неделю наверное все-таки помогает да а потом когда сама идет уже течь как когда уже конкретно вот как как сейчас я продемонстрировал набухлый половые органы там идут выделения конкретные я думаю что наверно все таки уже вот эти запаховые средства они абсолютно бесполезны ну в общем напишите будет интересно почитать поделитесь своим мнением заслужите доверие заслужить уважение с вами был канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег спасибо спасибо